здравствуйте подписчики и гости моего канала сегодня расскажу вам как я выращиваю кипарисы когда их пикирую и как из семян как быстро они вырастают почему решил снять этот ролик потому что уже несколько подписчиков из канала начинают спрашивать как что многие начали тоже увлеклись кипарисами тоже начали высевать хорошие всходы у людей кипарисы взошли а дальше не знают что делать поэтому решил снять ролик и рассказать именно о выращивании кипариса пикировки когда пикировать и так далее и тому подобное в общем смотрите как я выращивал кипарисы я вот подготавливал либо вот такие вот ящики вот видите вот обычные ящики балконные ящики продаются в любых садовых центрах леруа мерлен и так далее вот берем вот такой ящик либо берем вот такого плана ящик вот обычного бесплатный на любой мусорке валяется вот в любом месте можно его попросить бесплатно в общем вот такой вот ящик овощной застилаю туда либо агроспан вот такой черный либо вот здесь в данном случае вот видите мешковина просто мешковина застилаю насыпают туда покупную землю это очень важно именно покупная земля не из огорода не из компоста и так далее вот именно покупная земля на основе торфа земля должна быть чистая можете использовать торф торф можете смешать с песком тоже в принципе нормально идет песок должен быть обязательно речной не морской потому что в морском будет соль содержаться поэтому обязательно если песок используйте то используйте речной но песок как бы я не рекомендую использовать они прекрасно сходят и в обычной вот земле для рассады скажем так приобрели землю насыпали в ящике разровняли рукой немножко вот так вот притрамбовали и сверху поверхностно семена рассыпали как достать семена из шишки кипариса если вы нашли шишку кипариса сорвали где-то и купили шишку и так далее шишку оставляете дома дома она у вас кладете где-то на подоконник на какой-то нибудь блюдечко она потихоньку потихоньку раскрывается и оттуда начинают высыпаться семена полностью шишку растряхивайте все семена оттуда достаете вот они уже как подсушены и эти семена по поверхности рассеваете после того как рассеяли по поверхности можно использовать либо тот же торф сверху присыпаете немножко тонким тонким слоем присыпаете ну буквально там ну до полу сантиметра не более того не надо насыпать там на толщину двух трех сантиметров не нужно этого делать пол сантиметра буквально засыпаете чтобы она прикрыла даже несколько миллиметров 3 миллиметра что просто прикрыли прикрыты были семена и хорошо с пульверизатор поливаем поливаете с пульверизатора полив практически каждый день нужно с пульверизатора поливать причем поливаем так чтобы семена полностью вот промачивать кто-то рассказывает что семена нужно предварительно замачивать кто-то еще что-то рассказывает но скажем так если шишку вы сорвали спелую то есть шишка у кипариса у него два скажем так есть зрелые шишки не зрелые шишки то есть годовалая шишка она не зрелая нужно собирать двух годовалые шишки уже такие подсохшие коричневые вот в них семена нормальные такие вот есть шишки которые образовались им по возрасту до года или год оттуда схожести не будет уже на собственном примере на собственном опыте я уже этот в общем убедился в этом затем высеваете и у вас они дружненько не надо ждать что моментально у вас будут сходы сходы могут до месяца даже месяц может пройти пока у вас начнут сходить кипарисы до месяца может занять времени обычно от двух недель до месяца они всходят если не зашли ждите еще месяц если за два месяца не зашли то навряд ли они зайдут все значит уже можно и не ждать обычно кипарисы всходят быстро стратификация семенам кипариса не нужно всходят не без стратификации посеяли и пульвизатором постоянно постоянно делаем влажность заливать не надо болото делать не надо просто с пульвизатора постоянно поливаем после того как кипарисы у вас взошли раз в неделю делаем фитоспорином, то есть опрыскивание делаем фитоспорином, также оно идет опрыскивание и полив для того, чтобы не было черной ножки, вот то есть неделю мы поливаем обычной водой с пульверизатора и один день в неделю мы делаем фитоспорином поливаем фитоспорин заранее замешиваем где-то в 10 литровой бутылке или в 5 литровой бутылке, сами смотрите где что и ставим в тепло, разводим и она должна фитоспорин должен проснуться там бактерии, для того чтобы он работал, если вы сразу замешаете фитоспорин и обработаете результата не будет, он должен немножко постоять, хотя бы сутки, двое постоять затем вот у вас появились вот такие вот сходы уже, не старайтесь моментально быстро пикировать люди обычно стараются быстро быстро пикировать, можно быстро пикировать но каким способом я обычно если быстро пикируют. Вот видите, оно так сплошным лесом зашло. То есть можно взять молоденькие ложкой столовой и аккуратненько по 2-3 штуки, не повреждая корни, столовой ложкой аккуратненько раз с комом и пересаживаем, допустим, в П-9. Первое, куда нужно пересаживать, это П-9. Не старайтесь сразу в С-3 посадить. Вот П-9, вот такой вот горшочек пол-литровый. Вполне достаточно для пикировки. Распикировали, поставили. Кипарис будет долго приживаться, сразу скажу, при пересадке. Поэтому обеспечьте ему постоянный полив также и определенную влажность, скажем так. У меня влажность не всегда получается сделать, поэтому приходится иногда 2 раза поливать. И они у меня стоят под открытым небом. Вот эти вот кипарисы у меня зимовали уже. Пикированные кипарисы вот отсюда же. Вот они зимовали вот так. К зиме лучше кипарисы не пикировать. Если пикируете кипарисы, старайтесь так, чтобы хотя бы пару месяцев было для того, чтобы кипарис успел укорениться в новом горшочке. Потому что все равно часть корневой системы вы будете повреждать. Второй способ пикировки, как я делал, для меня более он удобный. То есть оставляем вот так, чтобы они подросли чуть побольше. Вот стволик у них вот так древесневеет. И вот так аккуратненько берем, вот так тянем. Вот. И вот видите, полностью с корнями кипарис выходит. Потом берем горшочек. Ну, к примеру, ладно, вот возьмем, вот допустим отсюда какой-то горшочек. Вот берем вот так, делаем дырку пальцем. Вот засовываем туда корешочки. Одной рукой делаю. Прошу прощения. Ну, как я... Здесь гингобелоб у меня посеян. Ну, просто показываю, как я это делаю. Вот так. И все. И притрамбовываем. Все. И сверху сразу поливаем. Все. Вот кипарис пересажен. Легко, просто и... Ну, сильно много времени и проблем не занимает. Вот. Распикировали, поставили. И регулярно поливайте их. Каждый день практически поливайте. Кипарисы первый год. Они будут приживаться после пикировки. Ну, сильно прироста большого не ждите. Некоторые могут начать расти чуть быстрее, некоторые чуть медленнее. Но обычно максимум сантиметров до 20. Ну, 20, может быть, 30. В первый год они вырастают больше. Ну, после пикировки они не вырастут. Максимум 20 сантиметров, скажем так. Вот они выросли. На следующий год весной вы вот эти кипарисики берете и пересаживаете в С3 или С5. И на следующий год, за год, они у вас выгоняют до одного метра. То есть метровые будут. Кто выращивает кипарисы в открытом грунте, либо для себя, для живой изгороди, или еще для чего-то, могут сразу высаживать их в открытый грунт. Но также нужно обеспечить им хороший полив, нужно обеспечить им хороший уход. То есть не думайте, что вы посадили где-то на даче, уехали на два месяца, и кипарисы у вас прекрасно будут себя чувствовать. Нет, такого не будет. Ну, единственное, если погода будет благоприятная, то есть будут идти дожди, да, возможно, кипарисы ваши выживут. Но не ждите, что посадив кипарис и за ним не ухаживай, он вырастет у вас метр за сезон. Только при надлежащем уходе он будет расти. Недавно у меня один из подписчиков приобрел кипарисы для того, чтобы выращивать их на балконе. Вот, есть люди, у которых нет участка, нет возможности выращивать дачи и так далее. А хочется, вот они покупают, выращивают их на, ну, скажем так, закрытом, крытом балконе, не отапливаем. Да, возможно, имеет место быть вот такое выращивание. Я, честно, не знаю, как кипарисы себя поведут. Ну, вот, допустим, вот в горшках у меня, вот они на улице стоят, они зимовали. В горшках спокойно. То есть, если периодически пересаживать, допустим, сейчас если в десятку их посадить, вот с пятерки пересадить в десятку, уже по-хорошему нужно их пересаживать. Ну, сейчас жду до конца мая, наверное, если их никто не заберет, не купят, значит, я их буду пересаживать в десятку, и цена уже будет другая. Вот, и они вот уже будут, в этом году они уже двухметровые. До конца сезона будут двухметровые. Вот, это вот за прошлый сезон выгнали эти кипарисы. Ну, вот видите, около метра высота их из вот таких вот малышей. Вот, то есть, ну, вот как-то так. На самом деле, выращивание кипариса – это легкое дело, то есть, ничего сложного в этом нет. В принципе, довольно засухоустойчивое растение, зимостойкое, относительно зимостойкое. Ну, вот для сравнения, вот у меня вот кипарисы, вот так вот видите, все были распекированы, вот в таких горшочках стоят. Часть перезимовала хорошо, вот часть абсолютно нет никаких, ни повреждений, ничего, вот видите, какие голубенькие, красивые, вот видите, а часть вот такие вот стоят. Ну, я так думаю, что еще они вот такие стоят, из-за того, что они пересохли. Здесь у меня они высажены, больше такая песчаная, песок с торфом я мешал. У меня вот в таких ящиках, вот в таких ящиках было много посеяно семян. В прошлом году я делал, это у меня был там торф с песком смешанный, один к одному. И семена все, что взошли, они взошли. То, что не взошло, вот эту землю я всю использовал на пересадку вот таких кипарисов. И за счет этого земля очень быстро начинает здесь пересыхать. И где-то один день не польешь, кипарис начинает только подсыхать. Да, он не погибает, но все-таки лучше его периодически поливать. Заливать он, конечно, залив не любит, но и сильные пересушки тоже не любит. Скажу такой вот момент, что часть кипарисов, вот я посадил там возле, у нас там Новая Адыгея, это мои кипарисы, там три штуки растут. Возле, на улице, сейчас скажу, как она называется, улица Хакураты, вот так, да, называется. И там Вайлберис находится, прямо вот возле дверей Вайлбериса, там есть такая клумба. Вот три кипарисика, вот таких вот маленьких. Я в прошлом году, ранней весной отдал туда, ну, люди там посадили их, и практически полива не было. Прошлым летом я приехал, смотрю, они уже вот такие вот стали, вот такие вот рыжие, то есть начали засыхать. Я привез с собой две баклажки воды, пятилитрушки, полил в самую засуху. Лето у нас в прошлом году было, ну, три месяца вообще не было ни капли дождя. Вот, полил, один раз я полил, я думал, они там сдохнут. Весной они уже пошли, уже около, наверное, сантиметров шестьдесят они вот уже по высоте. Несмотря на то, что, ну, за ними там особо никто не ухаживает. Просто воткнули их, за все время, ну, при посадке один раз полили. И вот я приехал, один раз там полил. Все. И, в принципе, они растут, в принципе, себя неплохо чувствуют. Вот тару, какую можно использовать под пересадку кипариса. Вот видите, я, даже старые горшочки, какие вот у меня были, уже такие рваные. В общем, вот сидят. Конечно, это все сейчас надо пересаживать срочно в С3. С3, С5, часть уже кипарисов я покажу. Сейчас в этом году я пересадил. При пересадке они начинают очень быстро расти. Вот, сейчас покажу вам. Вот это кипарисы пересажены были мной в этом году. Посмотрите, какая уже высота их. Вот как они прекрасно, вот видите, пошли в рост. Вот. Это вот такие же маленькие были пересажены. Смотрите, вот это вот уже прирост. Вот. Видите? Вот отсюда это кипарис аризонский. Вот видите, вот это все, это прирост этого года. Вот, смотрите, здесь вот прирост, ну, где-то вот отсюда пошел. Вот это кипарис колоновидный. Вот, смотрите, вот это все, видите, зеленое. Все прирост этого года. Вот видите, вот прирост этого года. То есть, ну вот как-то так, этот кипарис выращен из черенка. Также задают вопрос, как лучше выращивать кипарис из черенков или из семян. Ну скажу так, что из семян быстрее. Черенки почти два года укореняются, ну год точно, пока они укоренятся, пока пойдут расти. Только на второй год, год проходит, пока они пустят корни. И только на второй год они начинают вегетировать. Причем сказать, что прямо они сильно вегетируют, нет. Вот из семян видите, да, прирост. И вот из черенка. Поэтому из семян получите быстрее растения. Но не забывайте, что постоянно кипарис нужно пересаживать. Не обязательно его пересаживать за сезон 2-3 раза. То есть, если вы, допустим, кипарис у вас был в П-9, вот сезон он постоял в П-9, с П-9 не надо в литрушку сажать. Стресс только делать кипарису. Сразу пересаживайте либо в С-3, трехлитровый горшок, или сразу в С-5 пересаживайте. Чтобы кипарис максимально стартанул, максимально начал расти. В принципе, все, что хотел сказать по поводу кипариса. По зимовке. Многие пишут, что вот не зимует у них, еще что-то. Не зимует это либо они его не доливают. Вот у меня зимовали на улице. И укрытие сначала я сделал, то ветром оно отлетело. В общем, минус 12 градусов. Они спокойно перезимовали. В прошлом году минус 13. Спокойно, в горшках. Учитывая то, что ком полностью промерзал. Прекрасно все перезимовало. Вот кипарисики, пожалуйста. Вот здесь немножко он подсох за счет того, что горшок, видите, большой. И, скажем так, я его практически сюда, вода очень долгое время не попадала. Он высокий. Везде я поливала сюда, ну, практически только верхушечка смачивалась. А низ был до такой степени сухой. Я поднял он легкий-легкий горшок был. И за счет этого, вот видите, начали хвоинки, часть хвоинок отмирать. Но это все обрастет, вот видите, начинает вот обрастать. Поэтому ничего страшного. После зимы они выходят не всегда в идеальном состоянии. Некоторые прям голубенькие, некоторые зелененькие стоят. А некоторые вот с такими вот небольшими повреждениями. Потом, конечно, за сезон они обрастают. Становятся, ну, очень красивыми. В грунте, конечно, вот такого не будет обмерзания. Такое обмерзание обычно идет, когда промерзает ком. Вот, при посадке в грунт старайтесь, ну, как-то замульчировать вокруг приствольный круг. Либо корой, либо там соломой, либо еще чем-то. Для того, чтобы земляной ком не вымерзал, скажем так. И кипарис прекрасно у вас будет вот расти. У нас здесь на юге, в принципе, кипарисы вообще без проблем растут. Почему их раньше до этого никто не высаживал? Они высаживали, потому что привозили их из Сочи. Причем привозили с открытой корневой системой. То есть копаные привозили, сажали. И, соответственно, они здесь умирали. Потому что копанный кипарис, ну, практически по приживаемости, приживается очень плохо. Мало у кого очень долго болеет. Ну, если, конечно, прям создать супер уход, тогда кипарису будет хорошо. Ну, мало кто создает супер уход. Обычно люди посадили и забыли. И даже не вспоминают о том, что надо поливать растения. А при посадке растения обязательно нужно поливать регулярно, для того, чтобы оно укоренилось, для того, чтобы оно прижилось. Кто-то использует там корневины, с помощью корневинов поливает. Кто-то эпины, цирконы использует, еще что-то. Для, как антистресс. Да, наверное, хорошо это. Вот, честно скажу, результата большого я не увидел. От использования эпина, корневина и так далее. Больше, я так думаю, что это рекламный ход. Я не использую ни корневины, ни эпины, ничего. Укореняются вот у меня под открытым небом. Вот так вот растения. Также задают подписчики вопрос. Сразу отвечу тогда, ну, на вопросы подписчиков. Задают вопрос, а почему вот у вас под открытым небом стоят, укореняются? Вот пишут, что черенки. Пишут, что в интернете и везде, что надо укоренять их под пленкой. Да, если есть возможность у вас укоренять под пленкой, укореняйте под пленкой. Я под пленкой не укореняю. Почему? Потому что идет грибок. Повышенная идет влажность и начинается грибок. Начинают болеть растения. Мне проще прийти лишний раз, болить сверху, сделать такое, как душевание, чем, допустим, накрывать его, потом периодически проветривать. Идет плесень, грибок и так далее. Ну, для меня это не подходит, этот вариант. Поэтому я вот делаю так. Да, получается отхода много. Часть растений гибнет. Ну, часть растений, ну, часть черенков, в смысле, не приживается. Но часть черенков прекрасно приживается, начинает расти. Вот видите, вот этот тусмарагт. Вот уже пересаженный мой. Вот они уже полностью ком обвили. По тисам. Также задают вопрос, как вы тисы? Почему из семян выращиваете? Почему там не черенками? Смотрите, я тисы выращиваю черенками тоже. Видите, вот это черенками. Из черенков тисы также, в принципе, идут неплохо. Тоже долго укореняются, но, в принципе, вот идут. Видите? Из черенков быстрее получается, в общем итоге, получить саженец. Ну, вот видите, тис уже, вот из черенка, вот уже пошел прирост. По-хорошему, тоже в С3 их уже надо пересаживать, пока сидят в П-9. Ну, вот тис я черенкую вот в такие кассеты и ставлю в тенек. У меня тенек за счет вот этого дерева. Получается вот эта часть тенек. И вот эти тенечки, они у меня стоят. Периодически поливаю во влажном, скажем так, грунте. И, в принципе, укореняемость нормальная у тиса. Не скажу, что прям плохая укореняемость. Это вот кедр гималайский. Видите, пошли уже в рост, уже начнут просыпаться почки. Это тоже из черенков. Это кедр гималайский. По укореняемости кедра гималайского из черенков, скажу, так себе результат. Не очень хороший. Долго укореняются. Ну, наверное, так же, как и другие. Трудно, ну, скажем так, считается одно из трудноукореняемых растений. Ну, в принципе, вот у меня результат получается. Видите? Почечки пошли. Вот, прошлогодние. Здесь главное не пересушивать. Если ком вы пересушили, все, считайте, вы выкинетесь. Потом сколько поливаете, не поливаете, они сдохнут. Вот это прошлогодние. Они уже с корнями. Ну, я их пару раз пересушил. Вот, потому что горшочки маленькие. Я пересушил. Скорее всего, они сдохнут. Вот, что еще? Потому что температура у нас такая. Ранняя весна пришла, скажем так, с конца марта у нас уже тепло стоит. Даже до 30 градусов тепла доходит. 31 вчера было, 32 даже было. Вот. Иногда черенки вот так вот вроде смотришь, засохли, да? Вот видите? Вот, вроде такие, как будто погибли. Но потом они начинают отбивать. Они укореняются, вот видите, и начинают отбивать. Это суши все срезаете, обрываете, и все, и черенок у вас идет в рост. Вот. Если вот видите, это купресоципарис или кипарисовик Лейланда. Вот он сидит в горшочке в П-9 с прошлого года. Вот он пошел уже расти. Некоторые вот такой цвет поменяли. Но не стоит их выкидывать. Это не говорит о том, что они мертвы. Они сейчас сидят, укореняются. Они укоренятся, и потом молодой прирост начинает идти. И, ну, увидите результат. Вот видите, вот уже купресоципарис пошел в рост. Этот еще сидит, как будто бы вот мертвый. Но он не мертвый. Это все подбивает, это все пойдет. Вот видите, вроде некоторые такие рыжие. Вот этот уже почти мертвый. Вот. Сейчас достанем, посмотрите. Вот. Но здесь, вот, уже смотрите, какой. Это из-за того, что пересушил. Здесь уже, вот видите, это корневая шейка. Вот видите, какая мощная. Вот. Он живой. Вот, видите. Это из-за того, что просто произошла пересушка. Самое главное при посадке, при укоренении черенков, не пересушивать ком. Если пересушили ком, все, черенок ваш гибнет. Вот видите, вот череночек пошел. Уже пошел в рост. Вот, пожалуйста, пошел в рост. Вот здесь тоже много таких, вот видите, стоят таких вот, бронзовые что ли. Но они все такие стояли. Вот видите, вот некоторые уже пошли в рост. Вот. Поэтому по результату, если вам нужен 100% результат по укореняемости, конечно, можете использовать туманные установки, какие-то укрытия, еще что-то. В тенечке, скажу так, укореняется лучше. На солнце чуть похуже. Солнце приходит, пересушивается ком и начинает пересыхать. Ну и пересыхает цвет, менять хвоинки. То есть пересушивает хвоинки. Поэтому лучше, конечно, тенек использовать. Я использую так. В принципе, 50 на 50 у меня получается результат. 50% черенков прямо на солнце вот так вот. Они у меня укореняются. Вот. Единственное, по укореняемости у меня очень плохой результат по этим самым, по лавровишням. Вот. Не могу к ним никак. Найти подход по укореняемости. Часть укореняется, но очень маленький процент укореняется. И по вот барбарисам. Барбарисы тоже, наверное, 10% только укореняются из всего, что 10-20% укореняются из черенков. Все остальное вот так вот засыхает. Вот стоит. Вот достаешь. И все. Может быть еще когда-нибудь здесь что-то вылезет. Ну, смысла нет. Ждать. Вот видите, вот были листики. Пошли хорошо. И все и засохли. Возможно, не то время выбрал для укоренения. Возможно, тоже где-то что-то пересушил ком. Тоже стоят, в принципе, на солнце. В общем, не знаю. Может, перелив был. Может, еще что-то. В общем, к барбарисам подход так и не нашел. Пузыреплодники тоже сколько лет пытаюсь укоренять. Пузыреплодники тоже. Укореняемость у меня, ну, не очень высокая. По пузыреплодникам. Вот тоже, видите, пузыреплодники. Пока все сидят. Бывает такое, что позасыхает молодой прирост, потом они начинают расти. Ну, в общем, пока сижу, жду. Посмотрим, что здесь будет. Ну, скорее всего, это все, так, это дрова. Все надо будет выкидывать. Здесь у меня также гортензии. И вот немножко я метасиквою, вот, почеренковал. Ну, посмотрим. В общем, поздновато я начал черенковать. Уже пошли у них побеги зелененькие. Надо на стадии выдвижения почки. Было много работы, некогда было этим заниматься. А потом, когда начал этим заниматься, уже опоздал, скажем так. Поэтому вот сейчас имеем, что имеем. А так, в основном, часть растений выращиваю из семян. Вот, видите. Часть растений выращиваю из черенков. Вот эта часть у меня тоже была, ну, как череночник. Тоже выращивалась из черенков. Ну, как видно, видите. Вот разные горизонтальные можжевельники. Горизонтальные можжевельники укореняются намного быстрее, чем, допустим, те же вертикальные или какие-то там другие. Вот, горизонтальные можжевельники идут на уровень. Вот тисы, пожалуйста, в тенечке, которые стоят, не на солнце. Видите, как пошли в рост. Это прошлогодние укорененные черенки. Вот тисы, пожалуйста. Уже в Ц3 спокойно можно высаживать. По вот этим вот киви. Под киви тоже подход не могу найти, честно. Да и не хочется особо мне их укоренять. Мне не интересно это. Просто подписчик попросил, говорит, сделай мне мужское растение киви. Три штуки. Вот, в общем, вот так вот сделал. Сидят. Вот один пошел в рост, другой пошел в рост, ну, завял. Ну, почки целые. Посмотрел. Вот здесь вот почка набухла и сидит. Возможно, укореняется. Вот. Это можжевельник лежачий нано. Вот, посмотрите. Уже тоже пошел в рост. То есть, ну, вот так. Легче всего укореняются вот эти кизильники. Вот такой вот кизильник у меня укоренился буквально, ну, наверное, за неделю. Прямо на сильном санцепелке стоял. Укоренился вообще без проблем. Вот. Почему-то спросом особо не пользуются. Сколько штук вот у меня есть, еще ни одного никто не купил. Хотя очень такое эффектное растение. В принципе, все. Все, что хотел рассказать, я рассказал. Фатиния укореняется плохо из черенков. Сколько раз, сколько. Ну, в прошлом году я пробовал. Ну, вообще-то, как-то результат меня не порадовал. Вот фатиния. Но все-таки держу его как маточник. Я посажу у себя на участке. Буду пробовать все-таки укоренять его черенками. Как маточное растение. Ну, надеюсь, на все вопросы ответил. Пишите в комментариях. Задавайте вопросы. И на... По вашим вопросам буду снимать видео. Рассказывать. Почему я так делаю. Не иначе. Рассказывать, делиться своим опытом. Делитесь тоже своим опытом в комментариях. Очень полезно бывает почитать. Пишут мне там и про секвою. Секвоидендрон, как люди выращивают. И там другую информацию. Очень интересно, на самом деле, почитать. Делитесь. Давайте делиться друг с другом информацией по выращиванию растений. Потому что в интернете, на самом деле, информации не так много. По выращиванию растений. Вчера купил цифало-таксус растение. И зашел в интернет, думаю, почитаю про это растение. Что это за растение. Ну, я так понял, что это головчатый тис. Ничто иное, как головчатый тис. Вот сейчас вам покажу. Вот, что сидел уже в открытый грудь. Вот он. Вот так вот выглядит. Вот такие тхоинки. Вот так. Называется цифало-таксус. Как-то еще там было название второе. Забыл. В общем, я так понял, что это головчатый тис. Тис Харингтона. Тис Форчуна. Это вот приблизительно вот с того района. Ну, по крайней мере, по сведениям интернета. Информации по этому растению очень мало. В ютубе информации очень мало. Практически нет. Ютуб открыл. Вообще не нашел ни одной такой информации. Поэтому тоже, как экспериментально, растение купил. Давно хотел. Вот у меня один есть головчатый тис Харингтона. Маленький. Сейчас покажу вам. Тоже выращиваю его из семян. Из семян очень медленно растет. Очень плохо всходит. Сколько раз пробовал. Результат, скажем так, не всегда был хороший. Вот один саженец у меня появился. Такой прям красиво выглядит. Вот смотрите. Вот. Вот он, головчатый тис. Это головчатый тис Харингтона. Вот его хочу высадить. Тоже в открытый грунт. Сейчас немножко подрастет. Клумбы еще не совсем готовы. Вот. Высажу. Буду тоже наблюдать. Они любят расти под пологом леса. То есть в полутени. Любят свет, но любят расти в полутени. На сильном солнце сгорает хвоя у него. В принципе, так же, как и тисы. В принципе, на открытом солнце не особо любят расти. Любят расти как в полутени. Вот такой вот головчатый. Это головчатый тис Харингтона. Вот. В общем, как-то так. Поэтому делитесь тоже информацией. Давайте делиться вместе. Потому что в интернете информации практически нормальной, адекватной. Очень мало. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok